Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал Вивьена, эзотерика и жизнь. Есть еще второй канал, ведунья Вивьена. Подписывайтесь на оба-два канала, ставьте колокольчик, чтобы он был у вас темного цвета. И получайте уведомления о новых видео. Также, кто подписчики, проверяйте свои колокольчики, чтобы они у вас были темного цвета с палочками вокруг колокольчика. А также ставьте лайки, пишите комментарии. Именно лайки – это и есть ваша оплата за работу. То есть энергообмен. Я уже на том канале объясняла вам, почему нужно ставить лайки. Все, что мы получаем, мы должны оплачивать. Если вы пошли в магазин купить килограмм колбасы, вы на кассе отдаете деньги. Это и есть энергообмен. Даже я рекомендую всегда, если вы кому-то что-то дарите, то попросите человека, кому вы дарите, дай монетку. И тогда у вас произойдет энергообмен. А не так, что вы отдадите, человек заберет, и у вас будет какое-то недомогание или еще что-то. Просто в обычной жизни мы этого не замечаем. Также, когда вам что-то дарят, дайте человеку, который вам подарил какую-то вещь, тоже какую-то монетку. Маленькую – это не важно. Не важно, на что вы обмениваете. Вы можете тоже дать ему какой-то подарочек. Это тоже будет энергообмен. А сегодня у нас такой расклад. Его истинные чувства к вам. Мои контактные данные для личных общений. То есть вы пишете, писать только буквами, в Вайбер или в Ватсап лучше. Плюс 995-593-36-95-44. Также есть это в описании и в прикрепленном комментарии. Благодарю всех за донаты. Очень благодарю на развитие канала. Если нужно лично, то, пожалуйста, обращайтесь. Так пишите. И мы с вами начнем. А говорил-ка о том, что я вам хочу сказать сегодня. Она будет о том, общие расклады. Почему и как. Так, и сейчас мы начнем расклад. Его истинные чувства к вам. Вы знаете, что мой голос обладает вот таким гипнотическим действием. Я гипноэзотерик. И я действительно просто на сеансах голосом, когда мне заказывают, голосом восстанавливаю энергетику. Голосом восстанавливаю человека на тот путь, чтобы он открытыми глазами смотрел в мир. Пожалуйста, я вас всегда жду. Так, и начинаем. Сначала мы смотрим его характеристику. Успокоились. Успокоились. Представили человека, о котором вы хотите спросить. Если мужчины смотрят, интерпретируйте под себя. Я говорю от женщины, потому что я женщина. Представили мужчину, о котором хотим спросить. Смотрим с открытыми глазами в его образ и спрашиваем. Какие у тебя истинные чувства ко мне? Сейчас мы посмотрим. Я всегда смотрю характеристику на картах Ленорман. Они очень точно говорят. Очень мудрые карты. Хотя Ленорман пользовалась обыкновенной колодой из 36 листов. Так, какой у нас мужчина? Что у него на данный момент? Мужчина. Так, вот так вот. Вот он у нас и выпал, и он у нас будет сейчас. Извините. Какой у нас мужчина? Что на данный момент у этого человека? Этот человек или в движении, или у него есть машина. И, знаете, возможно, он даже и на работу ездит. Но у него идет такое, что у него какие-то истинные мечты, такие якобы его благородные, что-то не сбываются. Какой-то у него туман в голове. И как-то ему поездки эти то ли в тягость, то ли потому что нужно. И вот он у нас вышел, мы его как раз... Всадник – это тоже олицетворение мужчины. Что у нас с мужчиной? Знаете, какой мужчина? Мужчина такой... Я сказал, значит, так и будет. Вот и все. Вот видишь, как я стою тут? Если я сказал, у меня чувства есть, значит, они есть. Что ты меня по 150 раз спрашиваешь? Я один раз уже говорил. Но мужчина, знаете, какой? Он... Если он действительно дружит, я ему говорю про дружеские такие чувства, то он действительно друг. К нему обращаются иногда часто. Но у него, вот знаете, такой в характере. Вот мое мнение – это самое главное мнение. Вот я... Это правда. Я истина. Ну, сейчас у мужчины, да, знаете, что-то, вот говорю, не сбывается то, что он желает. Он сейчас как тормоз. У него какая-то стагнация. Возможно, у него какая-то ссора или недопонимание с его другом. Друг может быть и мужчина, может быть и женщина. Что еще у него у мужчины? Ну, вот тут вышло. У мужчины есть какие-то или тайные связи, или ночные связи с какой-то женщиной. И знаете, оно ему дает, оно ему дает какую-то радость. Я не могу сказать, это вы или кто-то, потому что здесь пока не сказано. Но эти отношения с женщиной или мысли об этой женщине, и думает он о ней чаще всего ночами, они вызывают у него нервозность, но в то же время дают ему какую-то радость. Есть женщина, которая дает ему радость. Возможно, это и вы. И давайте еще посмотрим, какой у нас мужчина. Что-то он хочет отрезать. Вот знаете, вот я говорю, у него неопределенность какая-то. Не сбывается то, что он бы хотел. И он на самом деле сейчас отрезает вот эту вот неопределенность. Он отрезает эту неопределенность. То есть он хочет, он привык всегда, что я есть главарь, я главарь. А здесь сейчас у него идет какое-то вот как качели. Он сам не знает, чего и как ему делать. Какой-то у него ступор. Возможно, человек находится, выпил или находится просто в такой прострации, в депрессии. Это тоже может быть, потому что расклад общий, каждый под себя. И он действительно на данный момент, он хочет это все отрезать. И хочет опять стать твердым, как всегда был. Твердый, как башня. И еще одну послушаем карту. Но знаете, еще могу сказать, что и человек этот такой, что он, какие у него есть неприятности или что-то, он держит внутри. Он все внутри держит, он свои чувства держит внутри, он свои страхи держит внутри. Он все держит внутри. Его, за его вот эту вот каменную стену не проникнуть. Такой вот он человек. Да, то есть он не открывается всем, только избранным. Если вам это подходит, то смотрим расклад дальше. Расклад общий. Буду делать расклад на двух колодах. На двух колодах. Буду дополнять. Буду делать на двух колодах и буду дополнять. И начинаем. Хотите, смотрите по одной, но расклад общий. Одна колода дополняет вторую. И давайте смотреть. Вот он наш мужчина. Пусть он на нас смотрит. Пусть он будет рядом с нами. Чувствуйте его. Его запах, его руки. Чувствуйте его. И спрашиваем его истинные чувства к вам сегодня. Его истинные чувства к вам сегодня. Истинные чувства к вам сегодня. Ух ты. Ну, я говорю, он в каком-то подвешенном состоянии. Знаете, человек находится действительно, возможно, в депрессии. В какой-то депрессии он действительно не понимает. Именно даже к вам. Он как будто не понимает, а где истина, где справедливость. Вот у него были всегда какие-то определенные правила. И он вдруг в этих правилах заблудился. Как в трех соснах. Он действительно находится в подвешенном состоянии. В таком иллюзорном состоянии. И вот его истинные чувства. Он что-то вообще заблудился. Действительно заблудился. Сейчас посмотрим, какие же у него все-таки чувства к вам. Ну да, он же всегда считает, что он тот мужчина, который знает, чего ему надо. Мужчина, который любит деньги, любит власть, любит поездки, любит интимные такие отношения. Вот понимаете, мужчина, который... Вот это его истинные чувства к вам. А показывается он. И показывается он, что... Да, я к тебе хочу, я к тебе стремлюсь. Но все по моим правилам должно быть. А правила эти не срабатывают. И он заблудился в своих мыслях и чувствах. Эта карта всегда говорит о взаимности. Эта карта всегда говорит о взаимности. У многих это вообще связано с браком. С отношениями серьезными. Но он считает, что он царь и бог. И он, и по его правилам вы должны действовать. И вы должны его слушаться. А что-то не так идет. Оказывается, его правила подходят не всем. Какие у него чувства к вам? Ну, тут действительно чувства есть. Это все понятно. Чувства есть. Мужчина действительно хочет с вами поговорить. Обнять. И он стоит как на выборе. Но на самом деле в его сердце есть чувства к вам. Называйте это любовью. Называйте это теплотой. Называйте это солнцем. И мужчина, я сказала, что он очень любит или деньги, или зарабатывать деньги. Знает, живет по каким-то своим определенным правилам. И когда это не в его правилах, он начинает отворачиваться или сопротивляться. А какие у него чувства истинные к вам? Поговорить. Обнять. Чтобы вы щебетали ему на ухо что-то. Щебетали, щебетали. И он весь прям расплывается. Он действительно, у него чувства есть. Он действительно умеет чувства. Но, вот видите, опять мы карту смотрим. Опять карта как выпадала вначале. Мы смотрели на человека. Но он именно мужчина, который подчиняет. Который говорит, что я хозяин. И он действительно хочет, чтобы и знает, он уверен, что вы его тоже ждете и тоскуете. И когда эта карта выпадает вот так, вот видите, здесь карта влюбленная, здесь карта вот эта, то это говорит о том, что у человека действительно есть чувства. И очень сильный. Но он не знает, как с этими чувствами быть. Ну вы устроили, девочки. Мальчику нашему. Вот ему действительно надо, чтобы отношения были такие веселые, яркие. Но в то же время, я говорю, там была женщина. И здесь действительно показан треугольник. И мужчина не знает, как ему поступить. А чувства к вам есть. Чувства к вам необыкновенные. Давайте посмотрим. Я хочу посмотреть. Сейчас достала колоду. Не достала ее. Мы посмотрим. Его все-таки чувства. Сейчас достану колоду. Вот эту вот необычную колоду про любовь. Какие у него все-таки чувства к вам? На данный момент сегодня. Сегодня смотрим. Сегодня. Ну да, я говорю, у него какой-то ступор. Какая-то стабильность. Вот ступор. Он в какой-то стагнации. А что он еще чувствует к вам? Счастье. Потому что вы даете ему счастье. Вы даете ему счастье. Но он запутался. Тут мужчина запутался в чем-то. В своих делах. Может быть, у него что-то идет не так. В коммерции, в работе. И он запутался. А тут еще чувства к вам. Ему надо что-то делать другое. Есть другая женщина какая-то. Есть треугольник. А чувства к вам необыкновенные. Давайте положим из другой колоды просто. Какие у него чувства к вам еще. Смотрим. Какие у него истинные чувства к вам сегодня. Вот женщина, что вы только с мужчинами не делаете. Понимаете, он ощущает, что вы... Какие чувства к вам? Если вы на расстоянии находитесь. Может быть, даже в одном городе. На разных улицах. В разных странах. В разных городах. Ему так хочется распахнуть двери. И прибежать к вам в уют. Какие чувства он очень желает с вами встретиться. Он очень желает вас обнять. Он очень желает к вам прикоснуться. Но находится он в нерешительности. Понимаете, как иллюзия. Вот это его чувство. Ой, вот две карты вышло, да? И на данный момент возможно, что вы в отдалении. Или он сам отдаляет вас. Или вы отдалились. Может быть, обиделись на что-то. Потому что он вот как на качелях качается. То вверх, то вниз. Как в тумане. Как иллюзия. С одной стороны, он думает, ну, наверное, у нас с ней все закончилось. Она вот такая. А я не могу. Сердце мое все ноет и ноет, ноет и ноет. Время идет, а сердце ноет и ноет. Тут действительно человек влюбленный. Давайте так смотреть. Очень хочет. Я вам сказала, очень хочет к вам соприкоснуться. Ну, вот, понимаете, вот вроде бы написать хочу, встретиться хочу, обнять хочу. Потому что любимая она моя. Но проявляет стойкость. Он же у нас царь-царевич Елисеевич. Какие чувства к вам? Вот видите, какие чувства к вам? Чувства к вам. Любовь. Ну, он, вот как я сказала вам вначале, его характеристику. Ну, во-первых, он боится, если вы уже расстались, то он боится того, что это навсегда. Если у вас какие-то недомолвки, или просто вы живете вместе, понимаете, он вас очень любит. Но он всегда, вот понимаете, очень много у него неискренности и вранья. Или недосказанности. Понимаете, когда мы не говорим, это тоже вранье. А он действительно любит вас. И он любит вас очень даже сильно. Как иногда говорят до гробовой доски. Единственное, у него еще есть, что вы как будто его в чем-то обманываете. Вот он вас подозревает, ревность какая-то. Вот понимаете, неискренность какая-то, ревность. Ревность – это чувство неуверенных людей. Ревность может быть, ах, вспыхнула секунду, и все. Если человек постоянно ревнует, значит, человек не уверен за то, за свои чувства, за чувства партнера. Он не уверен, и он не уверен в себе. Какие еще чувства? Какие еще чувства? Что он к вам чувствует сегодня? Ой, ну вас, вот говорю, он вас очень ревнует. Можно сказать, к столбу. Не обязательно, что он это показывает. У кого-то будет действительно показывать. И что он чувствует к вам? Он ревнует вас даже к подружкам, даже к маме еще, к сестре, к кому угодно. Он вас ко всем ревнует. И еще у него такое вот истинное чувство к вам, вот как будто какие-то женщины вот что-то говорят про него вам или что-то делают против, против. И он это чувствует. Мужчина очень любит. Ну да, у мужчины действительно какие-то неприятности есть, денежного характера. И вот мужчина, понимаете, ему сейчас сыпются какие-то камни на голову, но он проявляет стойкость. И вот у него такая огромная, вот как солнце, вот видите, здесь солнце все, золото, солнце сияет, а он упорно будет стойко сопротивляться. Ну как же я первый, ну как же я скажу. Ну я просто так скажу, привет я пришел. А ему хочется обнять, вас поднять, кружить с вами. А он упираться? Ну нет, ну я же такой император, мне же разве так можно? Вот такой мужчина, вот такие чувства. А сейчас мы посмотрим еще на второй колоде. На второй. Сейчас я вот здесь какие все-таки чувствую, вот одну карту. Ну конечно, вы его желанная женщина. Женщина-мать, женщина-подруга, женщина-волшебница. Исполнение всех его желаний. Вот такая карта вышла. Ну а сейчас мы будем смотреть на второй колоде. То есть это не второй вариант, это полностью расклад. Пожалуйста, смотрите полностью видео, тогда вы больше узнаете то, что вам нужно было узнать. Если вы первый раз зашли на канал, то это высшие силы вам показали, что сюда нужно зайти. И вы здесь что-то узнаете. Давайте смотреть по другой колоде. Здесь действительно чувства есть. Просто мужчина такой вот сам себе режиссер и уступать не любит. Ну, я ж император. Император ты наш. А на башку кирпичи уже сыпется. Хорошо, смотрим по этой колоде. Истинные чувства к вам. О, у некоторых действительно обиды и ссоры. О, ну вот опять вышло то же самое. То есть, понимаете. Люблю, но в подвешенном состоянии. Какие его чувства к вам? Вот если вы там поссорились, если у вас недомолвки, если даже внешне чего-то не показывается, он пока не понимает, что ему делать. Он не видит, что есть, что вокруг него, что не всё потеряно, что вот чаша полная, а ему кажется, что все пустые. И он действительно в подвешенном состоянии. Он обижен на вас на что-то. И он не понимает, я на неё обижен. Да она такая, сякая. А он не понимает, почему он любит. Он каждый раз вас вспоминает. Он вспоминает вас и во сне, и в депрессиях, и на работе. Он вспоминает о вас всегда. Чувства у него есть. Кто-то подходит, а он, ой, это она. Кто-то прошёлся по улице, ой, это она. А подойти или написать, или позвонить, или истинно высказать свои чувства. Нет, этот человек не способен. Слишком его такое эго, эго его прям аж всё тормозит. Тут действительно чувства есть. Ой, его истинные чувства к вам сегодня. Ну вы как солнце. Он так хочет вернуть, вот понимаете. Он хочет вернуть вот эту чистоту отношений, вот как вначале было. Праздник, солнце, вы для него солнце. Это вообще вернуть вот в то, что было, фейерверк. И вот это спокойствие в душе, которое он испытывал, когда всё было нормально. Он очень хочет вас. Не именно физически даже. Физически тоже. Но он именно хочет вас вот вдохнуть в ваши энергии. Карта мира, вдохнуть, успокоиться. А такое ощущение, что у вас рядом, вот может быть даже рядом живёте, но рядом нет. Вот как будто вы отстранились, или он вас отдалил, или расстояние между вами. У всех же каждый разная ситуация. Что он чувствует к вам, истинно его чувства на сегодня. На сегодня, любовь на сегодня. Хоть маленького мальчика в красненьких штанишках, маленьких, коротеньких, но любовь. Ну, конечно, вы же королева для него любви. Вы для него королева любви. Что он чувствует к вам? Боится вас? Ох! Вот он что чувствует? Всё-таки я сяду на коня, и я пойду вперёд. Я вот сделаю это вот у него в чувствах. Ну, конечно, вот он наш король, который знает, чего ему надо. Любит он деньги, если профессия, любит и профессию. Вы вот понимаете, вот как карты ложатся. Сейчас я немножко подвину. Или немножко вот так вот сделаю. Вот так вот. Карты возьму. Вот знаете, он действительно вас считает какой-то снежной королевой, и какой-то звездой. И он вас любит. Он вас любит. И физической любовью, и духовной. Независимости с кем он. Вот там вышло, что какая-то женщина есть. Здесь пока не выходит. То есть, понимаете, вы светом своим перегораживаете ту женщину. Что он ещё чувствует к вам? Что он ещё чувствует к вам? И вот так мы повернём, чтобы было видно. Что он ещё чувствует к вам? Что он ещё чувствует? Сегодня к вам карты выскочили. Хорошо выскочили просто. Ой, знаете что? Вот понимаете, вот выскочили карты. Они же не просто так выскакивают из колоды. Вот здесь действительно он хочет идти вперёд, а у него действительно депрессия. Он думает, я не выдержу. Я не выдержу этих отношений. Мне тяжело, потому что вы-то женщина крепкая, умеющая любить, умеющая давать тепло, но умеющая, извините, отрубать головы, если вас будут давить. Вы очень часто острые даже на язычок. Вот видите, что и у него страх, что а вдруг всё разрушится, а вдруг, а вдруг. Вот неуверенный какой-то человек, хотя чувства очень есть. Он в профессии, может быть, действительно супер-пупер. А в личной жизни трус. Какой-то трусоватый. Даже нельзя сказать трусоватый. Он боится, что вы поступите, например, не так, как он это планировал. А чувства есть. Чувства. Какие чувства ещё у него к вам? Он действительно хочет открыть дорогу к вам. Чувства к вам. Это он без вас не может. Вот понимаете, у некоторых это будет даже кармическая связь. Он без вас не может. И вот он поэтому, у него постоянные качели. Туда-сюда, как поступить. Туда-сюда, как поступить. Туда-сюда, как поступить. И он так может долго, долго это тянуть. И понимаете, это может быть годами такая вот связь, вот эта вот привязка, которая у нас на 8 лет, даже после расставания. И он действительно вас очень желает. Он вас очень желает. Он не видит пока выхода или не знает пока, как найти этот выход. Но чувства. Вот он хочет опять то, чтобы взорвалось, всё закрутилось. А начинает анализировать, вот чувствуясь, а начинает анализировать. То-туда, то-сюда, то-туда, то-сюда. Когда мы включаем свой ум, то мы производим неправильные действия. Вот именно эмоции, и такие эмоции, именно они дают правильные действия. А здесь мужчина застопорился, и такие чувства у него к вам тёплые. А он боится. Боится, что вы его отвергнете. Боится, что вы его не поймёте. Боится признаться в истинных чувствах. Понимаете, это тайна его чувства. Вот то, что мы вытаскиваем из его сердца. И он боится. Боится, что всё уже потеряно, потому что обид много. И с вашей стороны, и с его какие-то обиды есть. Ну, ещё что он чувствует к вам? Ну, путь он хочет к вам проложить. Да, и он понимает, что это ему надо решить это. Это ему надо решить. И он действительно хочет проложить к вам путь. Кому-то действительно нужно приехать из других стран, из других городов. Кому-то просто перейти улицу или зайти в соседний подъезд. У каждого по-своему. И он понимает, только от него зависит, как к вам подойти. Как вам всё это объяснить. Но внутри... Вот желание... Ну, конечно, тут любовь. Вот истинные чувства. Даже больше докладывать не буду. У человека действительно любовь. И она его переполняет, как чаша. Она переполняет его. О, и давайте посмотрим просто вот над рукой колоде. Просто доложу для истинности эксперимента. Я же учёный. И была когда-то зам. директором по науке. И поэтому чистоту эксперимента. Всё-таки что он чувствует к вам? Вот сейчас на таких картах посмотрю. Ох, мысли, мысли. Ой, ну вы для него действительно очаг, дом. Вот чего-то такое мягкое. Ну, вот им руководит разум. Вот чувства у него есть. Но он живёт по разуму. Он живёт по разуму. А разум... В чём чувством не соратник. Да, поэтому он закрывается, не искренен. И он... Вот вы понимаете, он сам себя обманывает и всех других остальных. И вас, возможно, в том числе, как его тянет к вам. Закрывается, прячет и в маске ходит. А на самом деле чувства есть. И какие чувства? Он прям замучился от этих чувств. Девочки, вы прям околдовали его. Приворожили, можно так сказать. Без всяких приворотов, без всякой магии. Просто природой своей силы женской. Очень хороший расклад. Неважно, в каких вы отношениях. Но этот человек действительно к вам испытывает чувства. И от этого он страдает и болеет. Он прям болеет, у него депрессия. Он думает, Боже мой, ну почему другие-то не заменяют вас? Ну почему? Истинные чувства к вам. Ну вот он действительно боится обмана. Истинные чувства, да, он хотел бы, чтобы вы были вместе. Чтобы вы были как семья. Чтобы, как я говорю, это одна из самых лучших карт. Карта о золотом яблоке. Это и есть золотое яблоко. В Греции и в Италии называют апельсин. Да, вы для него действительно золото. Но очень осторожен, боится обмана, боится, что ему ответят нет. Вот знаете, сам себя замучил. Вот сам себя замучил. Потому что никто другой не заменяет ему вам. Вас. Никто другой не заменит ему вас. И это у него в душе может продолжаться очень-очень долго. Потому что карта умеренность. А жизнь-то у нас коротенькая. Вот такой у нас был расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сейчас я это уберу. Мой контактный номер вы видите на экране. А также он под видео в описании. О чем я хотела с вами поговорить? Почему стала говорилки делать после видео? YouTube сейчас сделал такую программу, что лучше говорилки делать и беседы делать в конце видео. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Да, здесь вы смотрите общие расклады, ритуалы, медитации. Все это на видео есть. Вот по общим раскладам даже. Сначала я расскажу вам про общие расклады. Общий расклад – это не является личным. Это надо понимать. И вот вы сначала заходите на какой-то канал. Я даже по своему примеру могу сказать. И вам нравятся эти видео. Они действительно сходятся с ситуацией. Смотрите, смотрите. А через какое-то время вдруг что-то попадания нет. Это все нормально. Понимаете, ситуации в жизни миллиарды. Миллиарды. А таролог вам показывает какую-то одну. И то вы интерпретируете ее под свое. Потому что у кого-то человек, например, вышел всадник. У кого-то человек вышел... У него автомобиль есть. У кого-то он летчик. А у кого-то просто человек любит ездить и путешествовать. Понимаете, у всех разное. Поэтому, когда у вас идут несовпадения, значит, на какое-то время не надо смотреть. Потом придет опять другой расклад. И будут ваши совпадения. Не надо писать. Мне сейчас не подходит. Не подходит, да, конечно. И не может подходить всегда и всегда. Это же не личный расклад. Вот личный, да. Там уже четко говорится, четко про вас. Про ваше будущее. Что будет. Какие отношения там с человеком. Что еще хочу сказать про тоже онлайн-ритуалы. Вот в онлайн-ритуалах, в онлайн-медитациях мы показываем мастера. И я тоже в том числе. Мы показываем свое мастерство. Онлайн-чистки не очистят от порчи. Они очистят только, ну вот, с какой-то оболочки. Вот это точно так же, когда вы испачкались в грязи и пошли в дождь без мыла, без мочалки. То есть вы только смоете внешнюю вот эту вот грязь, а внутреннюю вы не смоете. Нужно мочалку и мыло, правильно? И это надо тоже четко понимать. Только лично, когда работает мастер, только лично вы можете исправить какую-то ситуацию. Чистка, открытие дорог, привлечение любимого в жизнь. И это только лично мастер работает, а дальше он вам дает рекомендации, что вам надо делать. Мы работаем, назову ведьмой, ведунья, не важно, как это назвать. Действительно не важно. Солнце, как на каких языках ни называете, оно же все равно солнце, правильно? Оно все равно солнце. И поэтому лично мастер всегда работает и дает рекомендации. Не смотрите вот очень много в ютубе, очень много в интернете. Очень много, я уже говорила, вот на один канал попадается мне просмотров даже много. Там красивое видео, женским голосом, мужским просто. И вот читаются там, идет текст ритуала. Ничего у вас не получится, понимаете? Не получится. Это завлекуха. Настоящим мастерам некогда делать такие красивые видео. Понимаете? Им просто некогда. Они работают с людьми. И им делать вот такие красивые видео просто, ну просто это очень долго. Это занимает очень много времени. И это на самом деле завлекуха. Просто так прочитать заговор и чтоб он сработал, ничего не получится. Потому что нужно иметь силу, нужно знать, как начать и нужно знать, как закончить. Есть ритуалы, которые и обычный человек может сделать, но всему нужно учиться. Эти силы даются, этот дар или проклятие, как мы называем, даются по роду. А дальше мы учимся, 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 практикуем, практикуем и понимаем, по какой дороге нам идти. Поэтому понимаете, что общее – это не личное. А многие смотрят общие расклады и считают, что «Ой, погадала лично». Тогда проще всего открыть онлайн-гадание. Знаете, есть такие онлайн-гадания в интернете. Да, нет. Выберите карту, нажимаете куда-то. Вот это равносильно тому же, понимаете? А вот общие расклады, когда мы силу, вот мы с вами… Вот я, когда начинаю расклад, я вместе с вами представляю, вот как будто вашего человека. Вот он общий. И вот выпадает именно такой персонаж. И про этот персонаж рассказываем. Именно вот у кого сходится, да, ситуация. Но лично это будет, может быть, совсем другое. Лично, когда мастер посмотрит, предсказатель посмотрит на ваше фото, на его фото, соединит ваши отношения и скажет вам, что вам можно ожидать, на что надеяться и как быть. Вот о чем я хотела с вами поговорить. А я действительно всем девочкам, особенно девочкам, потому что мы эмоциональны. И все девочки, даже которые говорят вслух, я не хочу замуж, мне не надо ничего, внутренне все хотят, чтобы был мужчина добрый, отзывчивый, чтобы за ним, как за стеной. Да, эти догмы нам в голову вдолбили в детстве, но мы эмоциональны, и мы действительно хотим мужчину, опору, давать ему свое тепло, ласку, и чтобы он вместе с нами, мы давая ему свет и энергию, поднимался по карьере и приносил заработанные деньги в семью, и чтобы рождались дети и внуки. Мир всем, радости всем, улыбайтесь, учитесь улыбаться миру. Это так прекрасно, что даже когда происходят неприятности, то вы улыбаетесь миру, и эти неприятности разрешаются или просто отходят в никуда. Пока-пока, с вами была Вивьена. Пока-пока.